Франко-бразильский территориальный спор, длительный территориальный спор по определению границ французской Гвианы, которые поначалу были вовлечены Францией с одной стороны и Португалией с другой. После 1822 правоприемницей последней стала независимая Бразильская империя. После обретения независимости Бразилия конфликт вступил в более острую фазу. Обострившись после падения Бразильской империи из-за нежелания французской стороны идти на какие бы то ни было уступки после того, как в регионе было найдено золото. 1 декабря 1900 года швейцарский арбитр Вольтер Хаузер разрешил спор в пользу Бразилии. Границы 1713 года были восстановлены. История. Утрехцкий мирный договор 1713 установил границы между Францией, Португалией и по реке Аяпок. Однако французы, воспользовавшись слабостью административно-военного аппарата Португалии, проигнорировали это решение и фактически заняли всю территорию современного штата Мапа до реки Арагори. А также выдвинули претензии на север Соврем, штатов Пара и Амазонас, пытаясь таким образом компенсировать потерю новой Франции. Общая площадь спорных территорий была огромна – свыше 550 тысяч квадратных километров. Учитывая малонаселенность данной области, а также уважительное отношение бразильцев и португальцев к языку или культуре Франции, факт оккупации долгое время игнорировала как сама Португалия, так и ее колония. Однако повторное усиление Франции в западном полушарии не входило в интересы ее давних соперников – англичан. Капитан Херрис специально доложил об оккупационных намерениях французов, построивших форт близ Соврем Г. Макапа бразильскому императору Педру Третьему. Последний решил предложить французам на время превратить между речей река Япок и Арагори, а также другие внутренние районы в нейтральную зону, которую предстояло разделить между странами. Разрешение. Не желая портить отношения ни с Францией, ни с Великобританией, бразильские власти пытались пойти на компромисс и предложили французам разделить спорную территорию, еще раз утвержденную 10 апреля 1897 года, пополам с границей по реке Калсуини. Но, после того, как в регионе было найдено золото, французы были непреклонны. На границе начались стычки военных, воспользовавшись хаосом и неопределенностью границ между странами. Часть освобожденных рабов и беглых преступников провозгласила на спорной территории новое государство – республику Кунани. Параллельно с этим развернулся и франко-нидерландский территориальный спор к западу от Гвианы. Ситуация требовала арбитража третьей стороны. Швейцарский арбитр Вальтерхаузер 1 декабря 1900 года вынес решение восстановить границы 1713 года и полностью лишил Францию права на все спорные территории, отошедшие под суверенитет республики Бразилия. Так была установлена современная франко-бразильская граница. Субтитры создавал DimaTorzok